Бензин в цене подорожал, причем хорошо подорожал. 92-й теперь будет стоить 43 рубля, 95-й 46. И это только оптовые цены. А как думаете, почему? Никогда не догадаетесь. Потому что нефть в цене выросла, и ее теперь выгоднее гнать на экспорт. Ах, как здорово! А россияне да не обеднеют. Не забываем, да, что рост цен на топливо тащит за собой увеличение в стоимости товаров народного потребления. Ну что, будете пить чай без сахара, делов так главное, что усеченных почва под ногами тверже стала. Начинаем! А вот эту историю я едва не упустил из виду. Спасибо зрителям, наставили на путь истинный и так. А знаете ли вы, что в российском парламенте активно пыхтят над новым законопроектом сказать каким? О нежелательном поведении граждан. Во как! То есть о поведении, которое наносит ущерб безопасности страны, подрывает ее репутацию и бла-бла-бла, иными словами. По сути, слуги народа наши планируют вернуть 58-ю статью Уголовного кодекса РСФСР. Да, это та самая о врагах народа. Слушайте, я все-таки восхищаюсь нашей верхушкой, кремлевскими креативчиками, ведь и могут, когда захотят работать тонко. Особенно если учесть, что народ наш настолько ленив, чтобы вдаваться в какие-то там подробности. Правда, потом люди реветь и негодовать начинают, как же так получилось. Но это потом, когда уже поздно пить боржоми, потому что почки отказали. Так было в истории с развалом Союза, по которому сегодня многие плачут. Так было с отменой графы против всех в избирательных бюллетенях. Так было, когда статью о недрах, принадлежащих народу, вычеркнули из Конституции. Сейчас вот, видимо, врагов народа. Опять будем искать, сажать по липовым доносам. Честно, а у меня, не поверите, даже не ёлкает. Сами во всем виноваты. А это реальная журналистика сегодня о светлом будущем, которая с каждым днём всё светлее и светлее выглядит. Поехали! Приглашаю вас в Хабаровск. Давно туда не заглядывали. И там чисто русская народная история. Жители одного из многоквартирных домов никак не могут отвязаться от управляющей компании, которая у них в печёнках сидит, обворовывает постоянно. Они уже и собственное ТСЖ создали. И в суды ходили, и митинговали, но ничего сделать не могут. Вот такое только в России бывает. У нас даже сказки народные. Помните, попросилась лиса ко мне в дом жить, да меня же и выгнала. А закон в нашей стране всегда на стороне лисы, особенно если смазать как следует. Внимание на экран. Включаем ковомку. Всё. Микроволновая печь, холодильник, компьютер, телевизор. Почти вся техника на кухне Анастасии не работает с утра. В десятках квартир этого дома ночью было не до сна. Проснулась от того, что идут хлопки в кухне. Первый, второй, третий уже я понимаю, что в кухне захожу там дым. Просто дым и горит проводка. Пахнет так, что прям с ума сойти. Пока открывало, проветривало, в зале взорвалось что-то. Комиссию собрали сразу. Вызвали полицию и электриков. Это делал хорошо знающий специалист. Потому что так просто, если человек не знает, он так просто не сделает. По словам электриков, хлопки в квартирах произошли из-за скачка напряжения. Привычные 220 поднялись до 380 вольт. Обследование показало. В щитке на первом этаже обрезаны провода. Когда мы пришли, дверь была вот эта закрыта. Вопрос это кто. Но жителям этого крыла, я думаю, это не нужно. То есть, представляете, насколько там горячо все это противостояние, что людям пожары и взрывы, ну или что-то типа того в квартирах устраивать уже начинают. Как же не хочется управляющей компанией той отдавать данный дом. Они аж на нарушение уголовного кодекса готовы идти. Не мечтайте подавать на меня в суд. Это мое оценочное осуждение. А еще в подъездах то и дело появляются листовки сомнительного содержания в отношении наиболее активных и несговорчивых граждан. Дальше давайте. В прокуратуре Кировской района проводится проверка в отношении известной группы риск по факту выставления двойных квитанций ТСЖ за парен 137. У нас постоянно происходят эти диверсии с бывшей управляющей компанией. По решению нескольких судебных инстанций, еще летом Жилсервис-5 должна была передать все документы новому ТСЖ. Встретиться с нашей съемочной группой у директора управляющей компании времени не нашлось. По телефону заверяет, тяжбы еще идут. Крайняя мера в такой коммунальной войне изъятие дома из реестр управляющей компании. Однако по закону прийти к этой процедуре сложно. В Хабаровске пока был всего один такой случай. Ребят, я балдю. Представляете, чем у нас суды занимаются и на чьей они стороне. Люди уже сами говорят, не хотим мы с этой УК никаких отношений иметь, а суд нет. Вам надо еще как следует подумать. Возможно, вы заблуждаетесь. Этим судьям зарплату платят как раз те самые граждане. Но этот момент просто умилил. За 27 лет новейшей истории России одно единственное разбирательство людям удалось выиграть по похожей теме во всем Хабаровске. Ля пута. Перемещаемся в столицу и там радует Мосгорстад, который отрапортовал на Медне, что средняя зарплата в регионе увеличилась аж на 8,5% с начала этого года. И теперь данный показатель составляет 91 тысячу рублей на душу населения. Интересно, а москвичи об этом знают? Тогда просвещаем. В Москве будут повышены зарплаты и врачам, и учителям. Также минимальная пенсия. Сразу в несколько раз увеличатся выплаты льготникам. Ну и в целом социальная сфера выходит на первый план в экономике города. Сегодня Сергей Собянин выступил с ежегодным докладом перед московскими депутатами. И сделал много важных заявлений. Какие были названы цифры, готов рассказать наш корреспондент Ярослав Красиенко. Он на прямой связи. Ярослав, здравствуйте. Ну, рассказывайте. Судя по всему, много хороших новостей. Добрый день, Евгений. Ну, как и ожидалось, Сергей Собянин в свой отчет о работе правительства за прошлый год начал с транспортной сферы. Вы глаза этого корреспондента сейчас видели, нет? Похоже, даже он обалдел от тех сказок, которые рассказывал ведущий в подводке «Я про зарплаты». Ну, а дальше все по привычной схеме. Корреспондент тут, видимо, вспомнил, где он работает и сам начал свистеть. Знаете, по ходу этого репортажа мне в голову тут же пришли вот эти вот строки. Была такая шутка в свое время у Павла Оли о наших медиа и о Москве там тоже было. «Я переключаю канал. Асфальт очень ровно кладут. Дети счастливы все. И пенсии быстро растут. Здесь счастлив хохол и таджик. Нет пробок на третьем кольце. Лужков самый лучший мужик. Спасибо, канал ТВЦ. В данном случае спасибо, канал Россия 1. Хотя сегодня это уже один холдинг. Ну, а зарплаты-то растут не только в Москве. В принципе, по стране они поднимаются в телевизоре. Во всяком случае, так. Ну, еще одну замечательную новость хочу вам поведать. Там же в Министерстве идей, то есть в правительстве и Госдуме придумали еще один побор за, внимание, утилизацию обуви, в которой мы ходим. Дешевые, главным образом, какие-то там специально обученные люди посчитали, что ботинки, туфли, кроссовки и сапоги, которые может себе позволить среднестатистический россиянин, сделанные из какого-то, простите, дерьма, но зато копеечные, очень долго разлагаются после того, как их выбросят на свалку. И предположили, а не обложить ли нам это дело налогом, ну, типа, надо же как-то этот мусор утилизировать. Пока, впрочем, закон не принят, но вполне возможно, что с 18-го года с российских нищебродов еще и по данной схеме начнут получать. Тотальное отслеживание товаров и денег в торговле – это новая политика российского правительства, на которую чиновники возлагают большие надежды. Для слежки за товарами предлагается маркировка самых разных товаров. От обуви и шуб до лекарств, курток и ювелирки. Минпромторг уже оценил экономический эффект от введения маркировки товаров минимум в 1,2 триллиона рублей за 5 лет за счет обеления рынка. Чиновники ведомства уже отобрали 10 категорий товаров для маркировки. Это обувь, верхняя одежда, куртки, некоторые категории парфюмерии, фотокамеры, шины и покрышки. С этого года в пилотном режиме начинает работать проект маркировки лекарств. При этом глава Минпромторга утверждает, что предпосылок для роста цен на товары легкой промышленности в связи с введением системы маркировки не имеется. Слушайте, а что бы им сразу не обложить налогом всех нищих? Вот кто живет ниже уровня прожиточного минимума, с тех и получать. Десятку человек зарабатывает, 9 тысяч забирает, нет денег, квартиры отжимать, почку можно всегда продать опять же, ну и так далее. Вообще в этом есть свои плюсы. Люди начнут бояться, и по статистике уровень жизни в стране тут же резко возрастет. То есть нищих станет меньше, намного меньше, по статистике повторюсь. Ну а за счет тех, кто не поймет намека, всегда можно улучшить условия жизни какой-нибудь Мары Багдасарян. Блин, мне явно в правительство надо такому гениальному. Ну ладно. А это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше гимнастики для ума. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже много интересного. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим. Я же за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Заходим в квартиру, осмотр квартиры, производим стандартная двушка, здесь у нас кухня, пожалуйста, кухонька, потом зал, смотрим зал, спальня, спальня, как мы видим, балконных и дверей нет ни хуя. Где же у нас балкон, блядь? Где балкон, смотрим, где же, блядь, балкон-то у нас? Не засандали ли мне балкон, должен же быть? Блядь, с улицы видел балкон. Смотрим, блядь. Нахуй, вот он, нахуй, балкон у меня, вот он, блядь, торчит, блядь. А где дверь-то, ебельный в рот? Ебельный в рот, где же дверь-то, блядь, на балкон? Смотрим, оказывается Двери-то нихуя нету А балкон, сука, есть Балкон есть А двери, сука, нет Во И так во всем доме, сука Во